Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биология. Тема нашего урока – клетка, структурная и функциональная единица живого. Сегодня на уроке мы рассмотрим строение клетки, а также выясним особенности эукариотических и прокариотических организмов. Клетка – это структурно-функциональная единица всех живых организмов. Именно с этого определения я предлагаю начать наш урок. Многоточие в определении дает возможность предположить, что это определение мы дополним по завершению урока. Впервые термин «клетка» ввел в науку английский физик и ботаник Роберт Гук. В 1665 году, рассматривая в микроскоп срез пробки пробкового дуба, он увидел образования, похожие на соты, которые и назвал клетками. Позднее голландский натуралист Антон Ван Левенгук при помощи сконструированного им микроскопа обнаружил в капле воды подвижных живых существ и дал им название «Анималькули» – зверьки. В 1696 году в своей книге «Тайны природы», открытые с помощью совершенных микроскопов, он подробно описал бактерии, многие виды инфузорий, мышечные волокна, клетки эпидермиса, сперматозоиды и эритроциты. Так произошло знакомство человека с клетками. Наука, изучающая клетки – это цитология. К концу XIX века, благодаря усложнению микроскопической техники, были открыты и изучены структурные компоненты клеток и процесс их деления. Клетки могут быть различной формы – шаровидные, веретиновидные, плоские, кубические, призматические, полигональные, пирамидальные, звездчатые, чешуйчатые, отрощатые и амебовидные. Каждая клетка покрыта плазматической мембраной или плазмолемой, толщина которой около 10 нанометров. Обнаружить ее и изучить строение удалось лишь с помощью электронного микроскопа в середине 50-х годов XX века. Однако еще до того, как ее удалось рассмотреть, ученые не сомневались в ее существовании. Плазматическая мембрана играет роль механического барьера между сложно организованным внутренним содержимым клетки и внешней средой, а главное – ограничивает свободный поток химических веществ как в клетку, так и из нее. Благодаря специальным рецепторам – белкам, входящим в структуру мембраны, плазмолема обладает избирательной пропускной способностью. Клеточная или плазматическая мембрана представляет собой тонкую, гибкую и эластичную структуру толщиной всего 7,5-10 нанометров. Она состоит в основном из белков и липидов. Примерное соотношение ее компонентов таково. Белки составляют 55%, фосфолипиды – 25%, холестерол – 13%, другие липиды – 4%, а на долю углеводов приходится 3%. Большинство мембранных белков являются гликопротеинами. Различают два типа мембранных белков – интегральные, которые пронизывают мембрану насквозь, периферические, которые выступают только на одной ее поверхности, не достигая другой. Многие интегральные белки формируют каналы или поры, через которые во внутри и вне клеточную жидкость могут диффендировать вода и водорастворимые вещества, особенно ионы. Другие интегральные белки функционируют как белки-переносчики, осуществляя транспорт веществ, так как для некоторых веществ липидный слой непроницаем. Молекулы периферических мембранных белков часто бывают связаны с интегральными белками. Большинство периферических белков являются ферментами или играют роль диспетчера, транспорта веществ через мембранные поры. Крупные пищевые частицы не могут пройти внутрь клетки через белковые каналы. Это возможно благодаря процессам эндоцитоза. Этот термин объединяет два процесса, протекающих по одной схеме. Фагоцитоз – активный захват клеткой твердых частиц, и пиноцитоз – захват клеточной поверхностью жидкости, содержащимися в ней веществами. Существует обратный эндоцитозу процесс – экзоцитоз. Выведение из клетки синтезированных в ней веществ, например, гормонов или ненужных клетки веществ, упакованных в мембранные пузырьки. Ядро – это основной компонент клетки, несущей генетическую информацию. Оно располагается обычно в центре клетки. Форма различная, но всегда круглая или овальная. Размеры различны. В ядре сосредоточено более 90% ДНК клетки, поэтому ядро является хранилищем информации о структуре и обо всех процессах жизнедеятельности не только самой клетки, но и целого организма. В животной клетке ядро обычно расположено в центре, а в клетках растений находится на периферии клетки. Ядро отграничено от цитоплазмы двойной ядерной мембраной, пронизанной порами, через которые из ядра в цитоплазму выходят относительно небольшие молекулы информационной РНК и транспортной РНК, а из цитоплазмы в ядро поступают молекулы АТФ, ферменты, минеральные вещества. Внутренняя мембрана гладкая, а внешняя переходит в каналы эндоплазматической сети. Жидкое содержимое клеточного ядра называется кариоплазмой. Клеточное ядро состоит из ядерного сока, хроматина и ядрышка. В живой клетке ядерный сок выглядит беструктурной массой, заполняющей промежутки между структурами ядра. В состав ядерного сока входят различные белки, в том числе большинство ферментов ядра, белки, хроматина и рибосомальные белки. В ядерном соке находятся также свободные нуклеотиды, необходимые для построения молекул ДНК и РНК, аминокислоты, все виды РНК, а также продукты деятельности ядрышка и хроматина, транспортируемые затем из ядра в цитоплазму. Хроматин содержит ДНК и белки и представляет собой спирализованные и уплотненные участки хромосом. Спирализованные участки хромосом в генетическом отношении неактивны. Свою специфическую роль, передачу генетической информации могут осуществлять только деспирализованные, раскрученные участки хромосом, которые в силу своей малой толщины не видны в световой микроскоп. Совокупность признаков полного набора хромосом в клетках какого-либо вида живых организмов называется кариотипом. Кариотип уникален. Есть виды, у которых число хромосом в кариотипе одинаково. Например, у картофеля и шимпанзе по 48 хромосом, однако форма и строение их различны. Третья характерная для клетки структура – ядрышка. Оно представляет собой плотное округлое тельце, погруженное в ядерный сок. В ядрах разных клеток, а также в ядре одной и той же клетки в зависимости от ее функционального состояния, число ядрышек может колебаться от 1 до 7 и более. Количество ядрышек может превышать число хромосом в наборе. Это происходит за счет избирательной редупликации генов, отвечающих за синтез рибосомальной РНК. Ядрышки есть только в неделящихся ядрах. Во время метоза они исчезают вследствие спирализации хромосом и выхода всех ранее образованных рибосом в цитоплазму. А после завершения деления возникают вновь. Ядрышки не являются самостоятельной структурой ядра. Оно образуется вокруг участка хромосомы, в котором закодирована структура рибосомальной РНК. Этот участок хромосомы, ген, носит название ядрышкового организатора, и на нем происходит синтез рибосомальной РНК. В 1825 году чешский ученый Ян Пуркине открыл ядро яйцеклетки птиц, а в 1835 году английский ботаник Роберт Броун обнаружил наличие ядра в клетках растений. Клетки, из которых состоят ткани многоклеточных организмов, называются соматическими. Ядра таких клеток содержат двойной. Или диплоидный набор хромосом. При оплодотворении одна половина хромосом досталась от каждой клетки от материнской яйцеклетки, вторая половина от отцовского сперматозоида. Две одинаковые по структуре и содержанию хромосомы, одна от матери, вторая от отца, получившие название гомологичных хромосом, объединяются и образуют пары. Исключение составляют половые хромосомы. Например, у млекопитающих гомологичными являются две Х-хромосомы, полученные от матери и отца. А Х-хромосома матери и Y-хромосома отца не гомологичны. В отличие от соматических клеток, гометы или половые клетки содержат гоплоидный или одинарный набор хромосом. Цитоплазма представляет собой внеядерную часть клетки, ограниченную от окружающей среды плазматической мембраной. Содержимое клетки вместе с ядром называется протоплазмой. Важнейшая роль цитоплазмы – это объединение всех клеточных структур и обеспечение их химического взаимодействия. Она выполняет и другие функции, в частности поддерживает тургор клетки. Термин цитоплазма был предложен Эдуардом Страсбургером в 1882 году. В состав цитоплазмы входят органические и неорганические вещества. Основное вещество цитоплазмы – вода. В цитоплазме протекают почти все процессы клеточного метаболизма. Жидкая часть цитоплазмы – цитозоль, составляет около половины объема клетки. Цитоплазма постоянно движется, перетекает внутри живой клетки, перемещая вместе собой различные вещества включения и органоиды. У всех эукариот в цитоплазме присутствует сложная опорная система – цитоскелет, в котором выделяют несколько основных систем, каждая из которых выполняет определенные функции. Микрофиламенты – белковые нити, диаметр всего 4-7 нанометров, они участвуют в изменении конфигурации плазматической мембраны. Промежуточные филаменты имеют средний диаметр – 10 нанометров, их функций изучены недостаточно. Микротрубочки диаметром 20-30 нанометров выполняют механическую функцию, поддерживают постоянную форму клетки, а также участвуют в переносе различных веществ по цитоплазме. Клеточный центр или центроцома расположен в цитоплазме рядом с ядром и образован двумя центриолями – цилиндрами, расположенными перпендикулярно друг другу, состоящими из белка тубулина. Диаметр каждой центриоли – 150-250 нанометров, а длина от 300 до 500 нанометров. Центриоли – самовоспроизводящиеся органоиды. Перед началом метоза происходит удвоение. В профазе метоза две пары центриоли расходятся к полюсам клетки. От них начинает формироваться веретено деления, которое в анофазе метоза растаскивает удвоившиеся хромосомы к разным полюсам. Центриоли были открыты в 1875 году Вольтером Флемингом. Рибосомы – это клеточные немембранные органоиды, осуществляющие синтез белка. Рибосомы содержатся в клетках всех без исключения живых организмов. В каждой клетке содержится от десятков тысяч до миллионов рибосом. Рибосомы эукариот расположены на мембранах эндоплазматической сети и в цитоплазме. Состоят рибосомы из двух субъединиц – большой и малой. Каждая субъединица представляет собой комплекс рибосомных РНК и белка. Между субъединицами имеется щель, в которой расположена молекула информационная РНК, в которой закодирована информация о структуре белка. Комплекс Гольджи. Он занимает ключевое место среди мембранных органоидов клетки. Впервые этот органоид был описан итальянским врачом Камило Гольджи, в честь которого и получил свое название. Этот органоид представляет собой систему полостей, канальцев и плоских цистерн, окруженный множеством пузырьков. Часть пузырьков доставляет в комплекс Гольджи химические вещества из эндоплазматической сети. В цистернах эти вещества хранятся, химические перерабатываются и сортируются. Другие пузырьки приспособлены для выведения из клетки продуктов синтеза, поэтому в железистых клетках комплекс Гольджи значительно развит. Лизосомы. Это клеточный органоид размером 0,2-4 микрометра, окруженный мембраной и наполненный растворенными гидролитическими ферментами. Это органоид, который отвечает за внутриклеточное переваривание макромолекул. Они содержат специальные ферменты, способные расщеплять углеводы, липиды, белки. Формируются лизосомы в комплексе Гольджи, где накапливаются пищеварительные ферменты. Попадая в цитоплазму, они сливаются с пищеварительными вакуолями и превращаются во вторичные лизосомы. Метахондрии. Двумембранные органоиды клеток, выполняющие энергетическую функцию. Метахондрии еще называют энергетическими или силовыми станциями клетки. Размеры и форма метахондрий сильно варьируют у разных видов. Обычно ширина не превышает 0,5 микрометра, а длина от 7 до 60 микрометров. Внешняя мембрана метахондрии гладкая и пронизана порами, а внутренняя образует многочисленные складки, кресты, на которых при помощи ферментов осуществляется синтез АТФ. Внутреннее содержимое метахондрий, матрикс, содержит ряд ферментов клеточного дыхания, нуклеиновые кислоты и рибосомы. Метахондрии обладают собственной ДНК. Пластиды. Являются двумембранными органоидами, характерными исключительно для растительных клеток. Исключение составляют простейшие в Гленозеленой и Вольвакс. По строению они схожи с метахондриями. Под двойной мембраной располагаются мембранные структуры – граны, по форме напоминающие стопки из компактно уложенных дисков – телокоидов. В гранах накапливаются пигменты. Пластиды, содержащие зеленый пигмент – хлорофилл, называются хлоропластами. Хромопласты содержат красные и желтые пигменты. В бесцветных лейкопластах пигментов нет. Внутреннее содержимое пластид – строма. Содержат нуклеиновые кислоты и рибосомы. Основная функция хлоропластов – фотосинтез, биологический синтез органических веществ за счет энергии света. Все живые организмы можно разделить на одноклеточные и многоклеточные. Тело одноклеточного организма представляет собой автономную клетку, способную к самостоятельному существованию. Тело многоклеточных организмов состоит из огромного множества клеток, которые дифференцированы по строению и выполняемым функциям. В настоящее время все организмы, обитающие на нашей планете и имеющие клеточное строение, делятся на две группы – прокариоты и эокариоты. Представители первой группы – прокариоты или доядерные древнейшие организмы на планете. Они появились в водной среде Земли около 3,5 миллиардов лет назад и, возможно, были первыми клеточными организмами, давшими начало всему многообразию современных и вымерших жизненных форм. Вторая группа клеточных организмов – эокариоты или ядерные. Согласно общепринятой теории эволюции, первые эокариоты произошли от древнейших прокариот около 2 миллиардов лет назад. Как вы думаете, ребята, что может объединять представителей обеих групп? Правильно, клеточное строение. Однако между ними есть существенные различия. Рассмотрим их. Размеры прокариотических клеток, как правило, не превосходят 10 микронанометров, что гораздо меньше эокариотических. Самые мелкие клетки прокариот размером не более 0,2-0,3 микрометра. Однако обнаружен и настоящий гигант среди бактерий размером 100 на 10 микрометров. Эокариотические клетки обычно намного крупнее. Разница в объеме достигает тысячи раз. Самое очевидное и принципиальное отличие – наличие оформленного ядра. У прокариот основной генетический материал расположен в центре клетки, в цитоплазме, в виде коцевой молекулы ДНК или нуклеотида, который прикреплен к плазматической мембране и не окружен ядерной оболочкой, характерной для эокариот. Наряду с нуклеотидом в клетках прокариот может присутствовать небольшая кольцевая молекула ДНК – плазмида. Плазмиды могут переходить из одной клетки в другую и встраиваться в основной нуклеотид. В отличие от прокариот, обязательным компонентом эокариотической клетки является ядро, окруженное двойной ядерной мембраной, и включающее линейные молекулы ДНК. Наследственный материал клетки содержится также в ДНК митохондрий и хлоропластов. Клетки прокариот, так же как и клетки эокариот, отделены от окружающей среды и других клеток плазматической мембраной, которая у обеих групп имеет аналогичное строение. Однако клеточная мембрана прокариот образует мезосомы – многочисленные впячивания в цитоплазму, содержащие ферменты, обеспечивающие обменные процессы. Поверх плазматической мембраны прокариот расположена оболочка, состоящая из углеводов пектина и муриина. Некоторые эокариотические клетки тоже имеют прочную клеточную стенку. Например, в состав клеточной стенки грибов входит хитин. Клеточная стенка низших растений состоит из целлюлозы и гликопротеидов, а у высших растений из целлюлоза и пектина. Цитоплазма прокариот по сравнению с цитоплазмой эокариот значительно беднее по наличию органоидов. Мембранные органоиды, митохондрии, пластиды, комплекс гольджи, эндоплазматическая сеть, лизосомы у прокариот отсутствуют. Их функции выполняют мезосомы. Рибосомы более мелкие, чем у эокариот, беспорядочно располагаются по всей цитоплазме прокариотической клетки. Цитоскелета у прокариот нет. У некоторых присутствуют органоиды движения, жгутики. Завершая наш урок, я предлагаю нам дополнить определение клетки, которое мы дали в начале нашего урока. Итак, клетка это элементарная, структурная и функциональная единица растительных и животных организмов, способная к самовоспроизведению и развитию. Предлагаю вспомнить основные моменты темы и сформулировать их в виде тезисов, утверждений и выполнить эту работу. Я доверяю вам сделать это самостоятельно. Первый тезис это определение клетки, которым мы сейчас завершили урок. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. До новых встреч! Увидимся на следующем уроке.